Добро пожаловать на вечернее изучение Библии в рамках программы и Байбл Фэллоушип с вашим ведущим и учителем Библии Крисом Маккеном. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт по адресу Меньше чем URL Больше чем электронная организация ebiblefellowship.org А вот и Крис Маккен. Добрый вечер и я буду пожаловать на сайт и Байбл Фэллоушип, посвященный изучению Библии в книге Бытия. Сегодня вечером будет поведено исследование номер 4 в 35 главе книги Бытия, и мы начнем чтение с 3 стиха. Давай встанем и пойдем в Вифиль. И я устрою там жертвенник Богу, который ответил мне в день моего бедствия и был со мной в тот день, тем путем, которым я шел. И они отдали Иакову всех чужеземных богов, которые были у них в руках, и все свои серьги, которые были у них в ушах. И Иаков спрятал их под дубом, который был у Сихема. И они отправились в путь, и ужас Божий охватил города, которые были вокруг них, и они не стали преследовать сыновей Иакова. И мы можем, я думаю, правильно понять, что они не преследовали их, потому что в Израиле было оскаяние. Они отказывались от своих странных богов. Они были чисты в этом смысле, и они прислушивались к призыву, который Бог побудил Иакова сделать, отвернуться от странных богов. И чтобы они были чистыми и сменили свою одежду, и они повиновались. Они повиновались. И это свидетельствует о некоторой степени смирения. Это не обязательно означает, что истинное смирение приходит вместе со спасением, но в этом вопросе они слушали Бога. Позже, как мы знаем, они снова отвернулись от Него, и это стало бы историей всей нации. Но Бог, исследуя свои собственные цели, снова и снова мирился с их грехами неоднократно на протяжении веков. В прошлый раз, когда мы читали 32 главу книги Исход, мы увидели, что существует связь между серьгами и идолом Золотого Тельца. И если ты помнишь, когда Моисей зашел на гору, ему потребовалось 40 дней, чтобы получить 10 заповедей. Пока он был там, люди обратились к Арону и сказали ему, чтобы он сделал нас богом или богами. И Арон, мы читаем во втором стихе книги Исход 32, И Арон сказал им, «Отломите золотые серьги, которые находятся в ушах ваших жен, ваших сыновей и из твоих дочерей, и приведи их ко мне». И весь народ снял золотые серьги, которые были у них в ушах, и принял их к Арону. И он принял их из их рук и вылепил их с помощью дровировального инструмента после того, как сделал из них расплавленного тельца. И они сказали, «Вот твои боги, о Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. А затем это было немного дальше. В седьмом стихе, Иегова сказал Моисею, «Пойди, сойди вниз, ибо народ твой, который ты вывел нас из земли египетской, развратился». Они быстро свернули с пути, который я заповедал им. Они сделали расплавленного тельца, поклонились ему, принесли ему жертву и сказали, «Вот твои боги, о Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Вот они и свернули в сторону». Именно это слово мы видели в 35 главе книги Бытия, по-моему, это был второй стих, да, второй стих, «Уберите странных богов, которые находятся среди вас». И это номер Стронга 5493. И здесь то же самое. Они свернули в сторону. Они свернули в сторону, они чужие боги, но они быстро свернули в сторону с пути, который заповедал Бог. И поэтому, это слово может быть использовано в любом смысле, как для того, чтобы отвернуться от зла к Богу, так и для того, чтобы отвернуться от Бога к злу. И мы только что заметили, что золотые серьги были использованы для изготовления тельца, и это помогает объяснить, почему Иаков собрал серьги Израиля и всех членов его семьи, и избавился от них так же, как и от богов. А теперь у нас есть еще один галстук с серьгами, который создает образ для судей. Если мы обратимся к восьмой главе книги Судей, то это произойдет после того, как Израиль в очередной раз отошел в сторону вслед за чужими богами, и Бог воздвиг угнетателей. А затем, когда они воззвали к Нему, он восстал, чтобы освободить Гидеона. И Гидеон выиграл битву с трехсот воинами против Амалихитян, по-моему, так оно и было. А потом мы прочитали, что они хотели, чтобы Гидеон правил имя, но он этого не сделал. В книге Судей восьмой, стих 23, Гидеон сказал им, «Я не буду господствовать над вами, и мой сын не будет господствовать над вами, Господь будет господствовать над вами». И Гидеон сказал им, «Я хотел бы попросить вас, чтобы вы дали мне каждому по серьгам из его добычи. потому что у них были золотые серьги, потому что они были измаильтянами». Вот в чем дело. Они были измаильтянами, а не Амаликитянами. А измаильтяне — потомки Измаила, и Измаил отождествляет себя с теми, кто принадлежит к другому завету. Да, мы знаем, что у Бога есть план на конец времен, чтобы спасти многих потомков Измаила, многих в арабских землях, которые были частью великого множества людей. Но это уже другой вопрос. В четвертом послании к Галатам излагаются два завета с двумя женами Авраама, Сарой и Агарию, египетской служанкой. И египетская служанка отождествляет себя с Грой Синай в Аравии, где был дан закон, и ее ребенок Измаил был сыном этого завета закона. А это значит, что существует нет истинного спасения в том, что они не спасены. И поэтому для измаильтян, тех, кто не спасен и следовательно принадлежит к миру царства тьмы, царства сатаны, характерно носить золотые серьги. И это относится к мужчинам, служащим в армии, а не к их женщинам. Это серьги их жертв, тех, кто потерпел поражение в битве. Далее в стихе 25 говорится об этом, и они ответили, мы охотно отдадим их. И они расстелили одежду и бросили в нее каждый по серьгам своей добычи. И вес золотых серьег, которые он просил, составлял 1700 секлей золота, не считая украшений, воротников и пурпурных одежд, которые были на царях мадиамских, и не считая цепей, которые были на царях мадиамских, были примерно на уровне их верблюжьих шеи. И сделал Гидеон из него ефот, и поставил его в своем городе, даже в опре. И весь Израиль отправился туда блудодействовать после этого, и это стало ловушкой для Гидеона и для его дома. И мы удивлены, мы удивлены, что Гидеон это сделал, потому что именно Гидеон разрушил изображение Ваала, когда Бог впервые явился ему. А потом он сделал это ночью, потому что боялся жителей этой земли, израильтян, окруживших лук. И они действительно пришли за ним, но его отец защитил его и сказал, если Ваал так расстроен, пусть он сразится с Гидеоном за то, что тот разрушил его образ. И поэтому мы ожидаем, что он усвоит, что создавать какой-либо образ нехорошо. Потому что Израиль склонен к идолопоклонству и поклонению идолам. И все же это только доказывает, что он был несовершенным человеком. Это было бы связано с различными добрыми царями, о которых мы читаем в Иудее, и мы можем сказать, что они избранное Дитя Божье, что Бог спас их, а затем Бог сказал бы. Но они не разрушили высокое место. Они позволили сохранить это высокое место. И это был как раз тот самый день, в который они жили. Сейчас было не самое подходящее время для того, чтобы убирать все возвышенные места и низвергать фантазии, которые противоречат Богу. Так вот, Бог сохранил это в запасе, и Библия говорит нам, что Господь подмигнул нам в ответ на эти вещи. Он мог бы произвести огромное впечатление на свой народ, и иногда ему это удавалось, как доброму царю Иосии, который старался очистить землю от всех идолов. Но по большей части это не производило такого впечатления на народ Божий. И в этом случае Гедеон по глупости сделал ифод из серег своей жертвы. Все, что ему нужно было сделать, это прочитать Исход, прочитать рассказ в Исходе 32, и этого должно было быть достаточно, чтобы научить его, что делать это совсем нехорошо. И, как и следовало ожидать, после этого весь Израиль занялся проституцией. И эта штука стала ловушкой для Гедеона в его доме. Это было нечто такое, что не было угодно Богу, и снова мы видим, что она была сделана из серег. Именно этот ифод, чем бы он ни был, был собран из серега-измаильтян, и он превратился в идола. Ну что же, таким образом, мы можем видеть взаимосвязь в 4 стихе 35 книги Бытия. Они отдали Иакову всех чужеземных богов, которые были у них в руках, и все серьги, которые были у них в ушах, и Иаков спрятал их под дубом, который был рядом с Сихемом. Зачем прятать эти вещи под дубом? Это было очень удобно. Именно там они и оказались. Мы могли бы, мы могли бы порассуждать и предположить, что причина именно в этом. Это просто дерево. Давайте скажем людям из числа некоторых теологов, что они думают, что события, описанные в Библии, происходят просто по счастливой случайности, совпадению, без какой-либо глубокой причины. Конечно же, они не понимают Библию. Они не понимают библейского Бога, что Бог просто не говорит, Он просто не записывает события и не дает нам летопись истории, потому что именно так все и произошло. Точно так же, как в светской истории, и в какой-то день произошло это событие, и оно не имеет более глубокого смысла. Смысл или цель? Нет, это слово Божье Библия, и все имеет смысл и цель. И это могло быть сотней разных видов деревьев, но Бог говорит, что это был дуб. И Иаков спрятал странных богов, которые были у них в руках, и серьги в ушах. И кстати, я думаю, что еще один момент, связанный с серьгой в ухе, заключается в том, что снятие серьги с уха, является своего рода вмешательством в идолопоклонство. Или идолопоклонические практики, даже язычество из нашей прошлой жизни и нашего прошлого понимания светской доктрины, как в наше время, это было бы большим взрывом и эволюцией. Нас учили в школах, в школах всего мира, и эти вещи имеют отношение к нашему слуху, нашему пониманию и тому, что мы считали правдой, но все это оказалось ложью. Так что сейчас самое время привести себя в порядок, сменить одежду, избавиться от мирских забот, выйти из Вавилона и жить отдельно от других. Так вот, подумай о том, может быть это связано с тем, что ты вырос в ложной религии и все эти ошибки должны быть устранены. В мире растет светское общество, и мир распространяет множество доктринальных ошибок, которые также должны быть устранены, и теперь мы верим в Библию. Мы не верим в эволюцию, это просто нелепая теория. Мы верим в первый стих книги Бытия, в котором говорится, что вначале Бог сотворил небеса и землю. Я думаю, именно это и имеет в виду Бог, и именно поэтому Он говорит, все серьги, которые были у них в ушах. Это имеет отношение к тому, чтобы услышать слово Иеговы, услышать слово, которое следует за очищением души и спасением, а также сменой одежды, когда мы надеваем ее. Или же Бог облекает нас в праведность одежды Христа. Еще раз повторяю, дупу Сихема. Мы находим очень интересный отрывок из книги Иисуса Новина. И я не думаю, что у нас будет время изложить все это подробно, но если мы обратимся к 24 главе книги Иисуса Новина, то увидим, что Израиль собрался вместе в Сихеме. В Сихеме, как раз там, где стоит дуб. И в первом стихе книги Иисуса Новина 24 говорится, Иисус Навин собрал все колена Израилевы в Сихеме и призвал старейшин Израиля, их глав, их судей и их начальников. И они предстали перед Богом. Иисус Навин сказал всему народу, Так говорит Иегова, Бог Израилев, В древности ваши отцы жили по ту сторону потопа. Это и есть другой берег реки. Даже в террах, отец Авраама и отец Накора, служил другим богам. И я взял твоего отца Авраама с другой стороны потопа, и провел его по всей земле Ханаанской, и умножил его семя, и дал ему Исаака, и так далее. А затем Бог рассказывает о том, как Израиль был выведен из Египта. Суть в том, что именно тогда мы переходим к 14 стиху книги Иисуса Навина 24, Итак, бойтесь Иеговы, служите Ему искренне и правдиво и отвергните богов. Да, это то же самое древнееврейское слово 5493 года, сэр. Отбросьте богов, которым служили ваши отцы по ту сторону потопа и в Египте, и служите Иегове. И если вам кажется дурным служить Иегове, выберите себе сегодня, кому он будет служить, независимо от того, кому вы будете служить, богам, которым служили ваши отцы, жившие по ту сторону потопа, или богам Амареев, в земле которых вы живете. Но что касается меня и моего дома, то мы будем служить Иегове. И об этом всегда говорят пасторы по доброй воле, потому что в этом есть слово «выбирай». Сегодня же выбери себе того, кому ты будешь служить. И заметьте, однако, вот что упускает из виду пастор по свободной воле и не говорит об этом своей пастве, так это то, что это выбор между ложными богами. Выбирай этого ложного бога или того ложного бога. Дело не в том, что человек может выбрать бога из Библии. Нет, Иисус сказал, нет, ты выбрал меня, а я выбрал тебя. Это единственный способ избежать служения ложным богам и поклонения идолам, как будто бог избрал нас. Но в любом случае это происходит в Сихеме. Именно в Сихеме Иисус Навин собрал весь Израиль. Он собрал их вместе и говорит в точности то же самое, что сказал Иаков. А ведь это было на 500 лет раньше, в 1907 году до нашей эры, и мы знаем, что завоевание Ханаана произошло после 1407 года, так что прошло чуть больше 500 лет. Между 1407 и 1907 годами прошло ровно 500 лет, но потребовалось несколько лет, чтобы земля Хананская одержала полную победу. И вот теперь после победы собравшись вместе, весь Израиль избавился от чужих богов. Избавься от них. И если мы прочитаем дальше здесь, в 24-м стихе Иисуса Навина, 20-й стих, то если ты оставишь Иегову и будешь служить чужим богам, то он повернется и причинит тебе боль, и поглотит тебя, после этого он сделает тебе добро. И люди сказали Иисусу Навину, нет, но мы будем служить Иегове. И Иисус Навин сказал народу, вы свидетели против самих себя. Они избрали вас с Иегова, чтобы вы служили ему. И они сказали, мы свидетели. Так вот здесь действительно говорится, что они избрали Иегову, но именно поэтому Иисус Навин говорит, что вы свидетели против самого себя, потому что они я не могу служить Иегове. Это не в их характере служить Иегове. Вот почему они будут снова и снова отворачиваться от служения Иегове на протяжении всей своей истории. Но еще раз повторю в стихе 23. А теперь убери это. Вот наше слово 5493, отбрось, сказал он, чужих богов, которые есть среди тебя, и склони свое сердце к Иегове, Богу Израилеву. Не просто принимай какое-то решение, я собираюсь служить Господу, служите Иегове. Но тебе нужно изменить свое мнение. Для этого тебе нужно новое сердце и новый дух. И люди стих 24 сказали Иисусу Навину, Иегове нашему Богу мы будем служить, и Его голосу мы будем повиноваться. Так что в тот день Иисус Навин заключил завет с народом и установил для него статую и постановление в Сихеме. Иисус Навин записал эти слова в книгу закона Божьего, взял большой камень и установил его там под дубом, который был рядом со святилищем Иеговы. Иисус Навин сказал всему народу, вот этот камень будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Иеговы, которые вы говорили нам, поэтому он будет вам свидетелем, чтобы вы не отреклись от своего Бога. Итак, Иисус Навин отпустил народ, чтобы каждый отправился в свое наследие. Ты заметил, что в Сихеме есть повеление отказаться от своих богов и служить Иегове, а также они установили камень в качестве свидетеля. А где же они его установили? Под дубом. Под дубом в Сихеме. Мы не можем найти более четкой связи между тем, что происходит в книге Бытия 35, убери своих странных богов. А потом они отдали их Иакову, всех чужеземных богов, которые были у них в руках, и все их серьги в ушах, и Иаков спрятал их под дубом, который был рядом с Сихемом. Повторяю, это вызывает у нас еще большее любопытство, не так ли? Но, к сожалению, наше время в этом исследовании подошло к концу. С Божьей помощью в нашем следующем исследовании мы попытаемся понять значение дуба и почему под ним скрываются странные боги, а также связь с книгой Иисуса Навина. Продолжение следует...